Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин обещаю, будет интересно. Самарский баскетбол в прошедшем сезоне раздвинул границы возможного, начиная от команды мастеров, заканчивая детско-юношескими коллективами. Везде наши спортсмены добились успеха. И наравне со столичными клубами достойно выступили в первенствах и чемпионатах страны. Удалось вернуть болельщиков на трибуны на паркет местных мастеров игры. Как это удалось сделать, мастеру спорта расскажет президент клуба Самара Камопа Гасян. Здравствуйте! Ну и конечно бы хотелось оттолкнуться от последнего турнира, завершающего сезон. Это финал Дюбл. Мы проводили с 12 по 17 апреля главный финал детско-юношеской баскетбольной лиги России. Это 8 сильнейших команд страны в возрасте до 18 лет. Нам удалось показать максимальный результат. В главном финале мы встречались с московским ЦСКА. Остались позади и Химки, и Локомотив, и Петербург. Очень многие известные команды остались за пределами. Мы играли в главном финале. Мы по итогам всех отборочных этапов сыграли 20 игр, в которых выиграли 16 матчей. Причем одна из ЦСКА проиграла всего один раз, и это поражение было от нашей команды. И так сложилось, что в главном финале страны мы опять попали с ЦСКА. Нашим ребятам немного не хватило. Но надо сказать, что трибуны МТЛарин были переполнены. Ну, такого Кириленко, наш президент Федерации, легенда российского баскетбола, был на этом финале. Он ни разу не видел, чтобы на детских турнирах было такое количество болельщиков. Но и был хороший баскетбол. Чем можно объяснить, кстати? Вы знаете, наверное, объясняется тем, что мы один из единственных регионов в стране, которые играют детскими командами только своими воспитанниками. Ну, вот представьте, у нас были воспитанники и из Самары, и из Новокуйбышевска. И было очень много болельщиков из Новокуйбышевска, из Отрадного, из Тольятти. Желачек было очень много. Родители, друзья, одноклассники. И наша команда добилась высочайшего результата. Ну, не самого максимального, но то, что мы в главном финале страны играли с легендарным ЦСКА, который может себе позволить собрать лучших юношей со всей страны, то, я думаю, что второе место, это фактически чемпионское. Можно сказать, вы играли против сборной России молодежной, да? Ну, фактически, можно сказать, так, да. И вопрос такой, возможно ли ее победить все-таки, взять этот кубок долгожданно? Ну, ЦСКА уже привыкла. Это такой бренд, там, сильные игроки. А нашим ребятам пришлось играть немножко в других условиях. Во-первых, переполнение на трибуны. Представляете, у нас даже на Суперлигу не всегда собиралось столько народа. А тут, представляете, юноши, всегда играя при пустых трибунах, здесь был аншлаг. И с этим нужно было справиться. И у ребят немножко не получилось, потому что ЦСКА сыграла в свою игру. Нам не удалось показать максимум наших возможностей, потому что психологический момент сыграл свою роль. А так обыгрывать можно, как практика показала, обыгрывать можно всех. Неофициально в кулуарах Кириленко как оценил этот финал? Ну, я вам скажу, мне было приятно и гордо слышать то, что он сказал, фактически, баскетбольный клуб «Самара» со своей инфраструктурой – это третий, четвертый клуб в стране. Это вот его личный комментарий. И это достаточно высокая оценка, потому что позади остались клубы с большими бюджетами. По результату и по всей инфраструктуре мы оказались выше всех этих клубов. И я думаю, что у нас есть большая перспектива. Главное теперь это все свое родное сохранить, развить и не дать им распределиться по всей стране. Потому что такие клубы с большими финансовыми возможностями будут делать попытки, самое лучшее забирать. Вот нам нужно постараться этому предотвратить. Была такая информация, что уже несколько наших ребят присмотрели в сборную, да? Ну скажу так, вот из этой команды, про которую мы сейчас говорим, про дюбл, Гусенков и Халдеев – это два мальчика, 99-го года рождения. Халдеев уже с ССК ездил на юношескую Евролигу. Плюс эти ребята являются игроками юношеской сборной страны, которую возглавляет наш Игорь Грачев, который отвечает за молодежную команду. Это говорит о том, что у нас и тренеры, и игроки. И мы интересуем нашу федерацию баскетбола страны по всех практически подразделениях баскетбола. И это радует. Ну, уже переходя, так скажем, в большой баскетбол, в основную команду, мы уже с вами говорили, планы были на сезон одни, многое не получилось, если разобрать, так скажем, по полочкам, но коротко. Почему не получилось и оценить как раз вот Кубок Федерации, который мы выиграли? Ну, я начну вот с чего. Когда в начале сезона мы пригласили наших, вернули наших игроков, это в первую очередь Зазулин, это, значит, Головин и Сергей Топоров, который в нашей команде уже играл не один год. Плюс мы пригласили Жуканенко, Фидия, это игроки, которые уже имеют опыт выступления за Лигу ВТБ. То есть мы взяли хороших игроков, но вот посмотрите, сколько игроков мы взяли. Фактически у нас была эта новая команда, здесь нужно было им выполнять совершенно другую функцию, функцию лидеров. Но там, где они играли последние годы, они были не то, что не лидером, они выходили на короткий промежуток времени. В общем, можно сказать, сидели на скамейне. Совершенно верно. И вот в первый год нам это не удалось, хотя желаний было у нас много, игроки бились до конца. И то, что... Тем не менее, в регулярном чемпионате нам удалось выполнить программу минимума, мы завоевали в открытом чемпионате Суперлиги-1, завоевали бронзовые медали. Мы четверть финале, мы споткнулись на Спартак-Владивосток. В последней игре просто... Ну, там вмешался немножко другой фактор, неспортивный, и с этим были разбирательства. Но вот... Изменить уже ничего не было. Изменить уже было невозможно. Поэтому было обидно, что мы не пробились в полуфинал. Но это не трагедия, тем не менее. Вот, например, самый высокобюджетный клуб Суперлиги Сахалин, он вообще остался за пределами десятки. Но, тем не менее, нам удалось с ребятами собраться, поговорить. Потому что разваливаться было просто нельзя. У нас есть обязательства перед регионом, перед нашими болельщиками. И тот Кубок РФБ, команды, которые не попали в полуфинал, был организован для этих команд Кубок РФБ, который мы выиграли. Он проходил из двух этапов в Екатеринбурге и в Самаре. Мы в итоге сыграли пять игр, четыре из них выиграли. И этот Кубок завоевали. Я считаю, что, тем не менее, нам удалось в конце концовку сезона провести в порядок. В историю попали, да? Первый же Кубок, да? Это был первый Кубок РФБ, и мы его выиграли. Да, это не тот Кубок, о котором мы мечтали, о Кубке России. Здесь мы не попали в финал четырех. Хотя такую задачу мы ставили. И все премиальные, которые у нас были прописаны в контрактах, у нас шли от третьего места. Ну, не получилось. Но зато у нас молодежная команда выступила успешно. Если в прошлом году мы выиграли регулярный чемпионат, когда впервые стартовали, в итоге мы стали пятыми, то в этом году, завершив регулярный чемпионат, заняв четвертое место, мы смогли занять третье место в Краснодаре, обойдя местных команду «Локомотив Краснодар». То есть это тоже достаточно высокий результат. И, опять же, здесь могу подстеркнуть, что мы здесь играем своими воспитанниками, в отличие от других топовых клубов. У нас есть хорошие юноши, у нас есть хорошая молодежь, у нас есть перспектива, с которой можно смотреть дальнейшее, ближайшее будущее и опираться на местных воспитанников. А для того, чтобы их не потерять, нам нужно обязательно двигаться вверх, выходить в главную лигу. Это в лигу Лигу ВТБ и Еврокубки. Это будет и повышенный интерес и для наших болельщиков, и мотивация. Для наших игроков, которые необходимости покидать уже регион, им не надо будет, потому что у нас есть все ступени, которые позволят им выйти на уровень сборной страны. А тогда уже, да, когда уже будут предложены игрокам такие контракты, которые мы не сможем обеспечить, тогда такой игрок может уйти, уже заслуженно отдав дань своей родной земле. Ну да, заканчивая передача на мажорной ноте, вы уже проговорились, и была информация, опять же, в некоторых средствах массовой информации. Какая наша судьба ВТБ? Мы сейчас будем, вот буквально в мае месяце, после майские праздники прошли, я думаю, что в ближайшие две недели мы проведем подписчиков и совет, мы еще раз изучим эту тему. Могу сказать одно, Лига ВТБ уже прислала нам письмо на имя губернатора, это письмо пришло. Прошлогоднее, вы помните, в прошлом году тоже были много разговоров по поводу участия в Лиге ВТБ. Прошлогоднее обсуждение им было очень интересно, но есть определенные моменты, которые не удовлетворяют требованиям регламента. И было обращение к губернатору, чтобы еще раз эту ситуацию рассмотреть и подать более подготовленную заявку на участие в Лиге ВТБ, после чего эта Лига ВТБ рассмотрит и уже примет решение. Я хочу сказать, что движение вперед, тем более такой структуры, как наша, она обусловлена просто необходимостью участвовать в главной баскетбольной лиге. И я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые принимали участие на протяжении последних лет в деятельности и формировании и развитии нашего баскетбольного проекта Баскетбольного клуба «Самара», поблагодарить их за их участие. И вот эти результаты, которые мы сейчас имеем на сегодняшний день, это благодаря их постоянной поддержке. За это им большое спасибо. А мы постараемся вот эту динамику развития и движения вперед продолжать и радовать наших болельщиков нашими результатами. Это был «Большой баскетбол» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.